Скажу, наши оценки по прогнозам развития. Конечно, инфляция превысит все прогнозы, которые сейчас даются, 8%. У нас накоплено уже 7% по этому году. За последнюю неделю инфляция ускорилась, недельная стала 0,3%. Вряд ли стоит рассчитывать, что недельная инфляция до конца года будет меньше этой цифры. Вот здесь можно применить простую арифметику. И увидите, что вы выйдете уже на цифру более 9%. В следующем году, по нашей оценке, мы выйдем все-таки на двузначный уровень. Это очень высокая инфляция. Инвестиции замораживаются при высокой инфляции. И это обесценивает сбережения. Это ведет, естественно, к реальному, к снижению реальных доходов, к снижению жизненного уровня. Вот что нас ждет. Никакого экономического роста в следующем году, по нашей оценке, не будет. Мы можем рисовать, как Минфин, Минэкономразвитие, точнее, 1,2%. По нашей оценке будет минус 2%, а может быть и хуже в следующем году. Это реально уже такое серьезное погружение в кризис. И вообще, я сейчас заканчиваю. Если рассматривать, я считаю, это полезно посмотреть. Знаете, что обидно и досада? Это рукотворный кризис. Это необязательный кризис. Вот то, что сейчас происходит. И санкции здесь ни при чем. И доказывается, это очень легко. Вот легко. Вот нарисуйте, что у нас было с темпами роста развития экономики в последний год. Сейчас у нас, ну, оценивают на 7, 0,8. Да, вчера появилась оценка от Улюкаева. А в прошлом году 1,3. 2 года назад, 3,4. Значит, 3 года назад, 4,3, 4,6. Вот такой график нарисуйте, вы увидите, как резко падали темпы роста российской экономики в последние 4 года. Фактически до 0. Никаких санкций не было еще. За первые полугодия 2014 года 0,8. Это вот от 4,6 соответственно в 2010 году до почти нуля. Какие санкции? Причем тут санкции? Санкции, если мы считаем, то это со второй половины. Санкции еще оукнутся, безусловно. Но то, к чему мы пришли, к нулю. И самое плохое, что это укрепившаяся, устоявшаяся тенденция. Мы бы все равно вошли в кризис. Были бы санкции или нет. Чуть позже. А сейчас мы войдем и входим уже, и вошли, я считаю. И раньше, и с более тяжелыми последствиями. Поэтому это необязательный такой кризис. Он совершенно... Нам не обязательно было в него входить. От него я бы все-таки не делал акцент на том, что Россия стала жертвой каких-то решений, принятых извне. Во мне. Я считаю, что основную часть, подавляющую часть этих решений Россия инициировала сама. Своей активностью, внешнеполитической, о которой всем известно. Своей реакцией на те решения, которые принимались уже в связи с этой активностью. Ну и еще надо отдавать себе отчет в том, что мы давно являемся страной, зависящей от международной конъюнктуры на сырьевые ресурсы. Мы являемся сырьевой страной. У нас произошла деиндустриализация в стране за последние 20 лет. У нас нет такого задела промышленного, современного. Нет такого задела современных технологий, которые позволили бы нам действительно эффективно заняться импортозамещением и поднять свою промышленность, используя вот такую конъюнтуру. Как мне кажется, это наивное. Но если мы еще дальше пойдем по этому пути, санкции, контрсанкции, самосанкции, то нам перестанут поставлять просто импортное оборудование сельскохозяйственное, которое все практически является импортным, наиболее передовое. И тогда от нашего сельского хозяйства вообще ничего не останется. То есть даже если следовать вот этому оперативу импортозамещения, действительно его всерьез рассматривать и делать его элементом стратегии нашего развития, то все равно надо остановиться вот в этой гонке санкций, самосанкций, контрсанкций и всего прочего. Потому что если мы не остановимся, то ничего этого не будет. Просто рухнет все окончательно. Но мы сейчас в этой кризисной ситуации продолжаем заниматься фактически разбазариваемым бюджетным денег. За счет чего? Конечно, понятно, за счет чего. За счет социальных расходов. Бюджет на следующий год принят с резким, но может быть не очень резким, но существенным сокращением расходов на образование, на здравоохранение. Я сейчас боюсь переврать конкретные цифры, но они известны. Это более сотни миллиардов рублей сокращения средств на здравоохранение. На пять процентов сокращение расходов на образование. Много признаков нас роднит сегодня с ситуацией позднего Советского Союза. Те самые кризисные явления, которые были тогда, и расходы чрезмерные на оборону, и внешнеполитическая активность чрезмерная, связанная с другими странами, и дефицит, который тогда возник, и тотальная нефтяная зависимость, в которой нет фактически никакой альтернативы. Все это сегодня в другой, конечно, конфигурации для нас очевидно. Это очень тревожный сигнал. Относительно сегодняшних экономических, финансовых и социально-политических событий прогнозы были. Я могу, должен ссылаться на собственные прогнозы. Кризис 2014 года был предсказан в 2009 году. Тогда, когда, вот я тут с Игорем Николаевым не согласен, уже было ясно, что его не избежать. Сегодня происходит не тот кризис, который могло не быть, а тот кризис, который должен был быть. Почему? Потому что российская финансо-экономическая система, она настроена, ну так сказать, в виде модели, то есть согласованных решений, вот настроена на модель несовместимую с успешностью нашей страны. Модель запрограммирована на деградационное кризисное развитие, а в итоге, ну это уже политический такой анализ, нацелено на снижение геополитической субъектности Российской Федерации. Рядом с этой моделью внутреннего действия, рукотворного действия, самостоятельного действия, всегда присутствовал большой рычаг. Он был включен в 1985 году. Цена на нефть. Он включен вот в июне-июле этого года. Цена на нефть. В Советском Союзе в то время в доходной части бюджета экспортных углеводородных доходов было всего лишь 10%. Сброс цены на нефть в два раза уменьшил доходную базу бюджета всего на 5% СССР. Через 6 лет страны не стало. Наряду с этим, что поразительно, тогда в Советском Союзе точно так же наращивался внутренний долг государственный, потому что во внешнем отказывали. И что поразительно, при дефиците доходной базы формировался профицит бюджета. Берем вот эту кальку и накладываем на сегодняшние дни. И видим, что все повторяется. Рычаг сегодня переведен. Цена на нефть пошла вниз. И вопрос лишь в том, сумеет ли российское политическое руководство сдать, слить, продать геополитические суверенные кондиции потенциала России, за что наградой будет отведение рычага назад, возвращение к статус-кво, к несуверенному существованию России, в той самой модели, с которой я и начал. Или не сумеет. И в этом случае надо отчитывать 6 лет вперед, так же, как от 1985 года до 1991, от 2014 года до 2021 года. А стратегия наших властей – сидеть, желательно протянуть, им же все говорят про 3 года, протянем, а там 150 долларов опять за баррель, Игорь Иванович Сечен говорит, там будет 150 долларов за баррель, и заживем опять долго и счастливо. То есть получается, и проблем-то никаких нет. То есть создается со всех сторон обоснование, чтобы никто не дернулся. То есть и на Западе это выгодно, и здесь Агитпроп работает на то, чтобы все хорошо, все прекрасно. То есть в этом вопросе у них полное единство. А я считаю, что наоборот, уже заложены серьезные дисбалансы, я просто один дисбаланс, вот приводил Игорь Николаевич к темпу роста, что они падают. А если бы он еще сравнил бы их с ростом кредитования, с ростом активов банковской системы, вот как может быть, что за 4 года, с 2010 года, вы можете понять, у нас активы банковской системы выросли более чем в 2 раза. Это колоссальная сумма. Колоссальная сумма. У нас сейчас активы банковской системы под 70 триллионов будут к концу года. А ВВП номинальный 66. То есть более 100% ВВП. Еще говорят, что нет монетизации. То есть монетизация есть, но какими-то гнилыми деньгами, которых никто не видит. Да, получается. То есть они сидят где-то в банковской системе. И при этом темпы роста, смотрите, кредиты идут в Верхоревской, в геометрической прогрессии, а темпы роста 4, 3, 2, 1, 0, там пуск, да, получается. Вот что происходит. Кстати, еще против заговора скажу. Знаете, если кто-то посмотрит на все графики, ведь не только нефть дешевеет. Дешевеет все сырье, причем раньше нефть уже начало дешеветь. Все сырьевые индексы дешевеют, падает доу-джонс более резко индексы. Европейские индексы падают давно и резко. То есть что тогда? Заговор против всех тогда выходит? Получает все индексы. Посмотрите таблицы просто. Посмотрите индексы, да, кс немецкий, да любые европейские, когда они начали падать, доу-джонс, сырьевые, золото, ведь везде коррекция-то идет. Наоборот, нефть придержали даже, она позже пошла, по большому счету. Поэтому все надежды наших властей на вот это, что все будет так же, и что удастся там чуть-чуть где-то уступить, и все пойдет как раньше, несостоятельны. Поскольку у нас наш бюджет и наши резервы уже не позволяют это сделать. Резервов фактически нет, просто у меня времени нет это доказывать, да, а бюджет, он не сходится. И не по цели, говорят, 96-100 долларов за, у нас два года сводится только при 110, без всякой инфляции еще, в ноль сводится. А как же тогда, получается, с такой бешеной инфляцией сведется теперь меньше? Да не может такого быть. Темпы роста, как Николай сказал, минусовые будут, скорее всего. И какие минусы, мы не знаем. Собираемся налогов быть ниже, если все стоят в очереди, Роснефт просит 2 триллиона, и так далее. Какая уж тут собираемся налогов.